До этого все время вы были объектом, и поэтому вокруг вас и шли такие игры. Это не только касается вас, это касается и Грузии, это касается, касалось и моего родного Азербайджана. Пока Азербайджан сегодня не стал субъектом международной политики. И он в результате, а как он эту субъектность добился? Он сделал, при вот меняющийся мир, однополярный был, да? И вот мы увидели, что этот однополярный мир стал бесхозным, ну не стал работать, да пробуксовывает везде. А ваша война это воочию показала. А многополярный мир, он еще не построен. Вот не построена ни организация объединенных наций, ни новый устав, функционально нет никакого наполнения. Это будет после окончания этой войны, все уже понимают, что это будет. Но другое дело, когда ты строишь вот многовекторную такую политику, есть многополярный мир, значит и политику надо строить многополярную, да? Но если это многополярный, еще даже официально не оформился, ну вы должны же делать многовекторную политику. Вот случай с Израилем, он наглядный тому свидетельство, да? То есть если бы у вас 30 лет были бы отношения с тем же Израилем, то есть отношения-то строить-то как надо? Не против кого-то, а на двусторонней основе. Мне до лампочки какое устройство в том же Пакистане или в том же Израиле? Если за эти 30 лет Пакистан и Израиль стали стратегическими партнерами Азербайджана, и пришла война, они стали на стороне Азербайджана. А если бы я сделал бы ставку, как сделал тот же Саакашвили, близкий мне человек, который сделал одновекторную политику, и сидит он сегодня в тюрьме. И те, ради которых он это все делал, они о его судьбе сегодня не думают. И в Грузии появилось пророссийское правительство. И в этой ситуации как поступать в Грузию? И поэтому все сегодня ждут вашей победы. Но и Грузия ждет с опаской, и Армения ждет с опаской, и Молдова ждет с опаской. Азербайджан уже более уверенно ведет себя, потому что Азербайджан прикрылся этим зонтиком. А у вас этого зонтика пока что нет. И плюс у вас очень плохо сделаны отношения с тем же Израилем. С той же Турцией вы неправильно по сегодняшний день работаете. То есть я имею в виду, у вас военно-стратегические отношения. Но не Турция вам не указывает. Идите в НАТО или в Евросоюз. И вы не должны указывать ни Израилю, ни той же Турции. В первую очередь, знаете, вот в регионе, где вы находитесь, ну я имею в виду регион Черного моря, надо сделать так, чтобы все эти страны, кроме вот этого агрессора, они стали бы вашими союзниками. Вот эти все, в основном же это так. А когда кто-то там, вот вы увидели коллективный Запад, он же тоже разнородный. Почему сегодня Великобритания вышла из Евросоюза? Почему сегодня между членами НАТО противоречия есть? Почему сегодня Франция и Германия испортились отношения? Почему Старая Европа и Новая Европа не ладят в поддержке той же Украины? Почему Балтика, Польша, Румыния и Турция, и Великобритания хотят Украину в новой какой-то военной стратегической тематике в вопросах безопасности? То есть вот это все мы когда понимаем, мы должны понимать, что да, мы повышаем свою субъектность. Чем больше вы становитесь субъектно, вот смотри, пример Турции, да, она стала еще больше субъектностью, и с ней стали считаться. И зато она член НАТО, у нее евроинтеграция, просто она не пускает Евросоюз, да, с 2008 года. Немцы и французы не пускают. Это же не от того, что они не хотят. Они этого, они члены НАТО. У них прозападное это самое. Ну и с другой стороны, они вот, заметьте, и поехали в Астану, и в ШОУС, и сделали так, что сегодня и Россия желает с ней хорошие отношения, и Иран не хотел бы с ним ссориться, и Саудовская Аравия, и тот же Китай, и та же Индия. И при всем при этом, никто не скажет, что Турция не демократическая страна или не член НАТО. Если бы она была бы не демократической, она в НАТО не находилась бы. Ни одной идеальной страны демократической, включая и Соединенные Штаты, нету сегодня нигде, да. Но другое дело, НАТО уже имеет какие-то стандарты. Если в НАТО находятся какие-то страны, значит, эти страны, если по главу угла, посмотрите, мнение общественное, мнение той же Турции. Даже ни у кого не возникает разговоров на тему эту НАТО. Потому что НАТО это как раз то, что нужно Турции. Потому что если ты хочешь быть региональным лидером, значит, тебе нужно наладить отношения, быть самим сильным, самому сильному. То есть на внешней политике. Армия у тебя должна быть, экономика должна быть хорошая. И плюс с соседями у тебя должны быть правильные отношения. А Украина сейчас выйдет из этой войны, как птица Феникс, новым таким сильным государством на территории Европы. И я вас уверяю, вы думаете, в Европе многим этим захочется иметь такое государство? Турцию не пустили в Евросоюз, так же Германия и Франция не захотели такой конкуренции. Я не думаю, что многие сегодня так в Европе открыли объятия и захотели бы это. Но по мере того, как вы будете становиться сильнее в субъектном плане, конечно, с вами начнут считаться все. Сегодня с вами считаются, и вы это заставили. Потому что вы сегодня на самом деле героически воюете. Никто не ждал этого. И в Америке этого не ждали. Вы же видели, как вас хотели поддержать 24 февраля. Никто не мог ожидать. Ну все готовились, были скрики, все, капитуляции. А сегодня тихо-тихо вы повышаете эту субъектность. Поэтому очень правильно работаете. На таких направлениях я уже не буду расшифровывать. С тем же Израилем, который вы сделали некоторые ошибки. И вот это последнее голосование, даже по проекту резолюции, этого нельзя было допускать. Тем более, если вы хотите наладить этот отношение. Так и не пошел бы этот вас постоянный представитель на это заседание. Да просто не пришел бы, заболел. И все. Не участвовал бы в голосовании. Оно не играет никакой роли. Но сам факт того, что сегодня это используется всеми теми, которые хотели бы испортить это отношение Украины и Израиля. Они будут играть на этой улице. И в первую очередь та же Россия. А вам это надо? Конечно, вам это не надо. Поэтому повышайте свою субъектность. Это я так, знаете, многомасштабно так ответил на ваш вопрос. Потому что это очень важная тематика. И которую надо понимать для того, чтобы не выходили вот кто-нибудь так и выходит. А это нехороший, а этот плохой. Нет. Такого не бывает в большой политике. Потому что мир меняется, идет геополитическая игра. Игра идет за деньги, за ресурсы, а не за идеологию. Вот смотрите, Азербайджан сегодня с Ираном. Армия там. Иран собрался. Иран грозится Азербайджану. Мусульманский Иран грозится мусульманскому Азербайджану. И кто поддерживает Азербайджан? Еврейское государство Израиль, мусульманская ядерная держава Пакистан и мусульманская Турция. Иран на чьей стороне кого поддерживают? Христианскую Армению. Так это что, христианская, мусульманская война? Это борьба за этот регион, за энергоресурсы, за вот эти коммуникации. И в это вовлечен весь мир.